Новости региона в эфире. Всех приветствую. Вот не все, но главное сегодня. Графики категорически нарушены. Почему детсад в Архангельске не могут сдать уже полтора года? В тюрьму за бездействие? Какой срок может грозить двум управленцам, из-за которых дома сходят со свай? Техника для спокойной жизни. Обновление в лесопожарном центре. Реставрационные работы в гостиных дворах продолжаются. Узнаем, на каком этапе они сейчас. Двое руководителей управляющих компаний Архангельска могут попасть в тюрьму. Все из-за махинаций, которые привели к сходу дамов со свай. Еще памятное событие прошлого лета, когда один за другим дома буквально рушились. Водников 3 и Советская 66. Вот лишь пара адресов. А привели к этому, возможно, хитрости управленцев. Двое оформили фирму, взяв на содержание несколько деревянных домов. Затем договоры перезаключили с новым юридическим лицом, также созданным ими, насчет которого переводили средства, собираемые жителей. И никакие работы по содержанию зданий и устранению деформации не проводились в течение двух лет. В результате бездействия несущая способность свайного основания жилых многоквартирных домов была исчерпана. И дома номер 3 по переулку Водников, номер 66 по улице Советская и 46 корпус 1 по улице Розы Кликсенбург в городе Архангельске сошли со свайного основания. А также образовалась угроза обрушения домов номер 62 по улице Вучейского и номер 33 по проспекту Ломоносова в городе Архангельске. Это создало реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в этих домах граждан. Санкции и уголовные статьи предусмотрены на наказание до 6 лет. Лишение свободы дело будет направлено в Ломоносовский суд Архангельска. Снять брендовую одежду и начать собирать детскую мебель. Такие указания сегодня получили ответственные за сдачу детского сада в округе Майская горка, который должен был открыть двери для малышей еще полтора года назад. Алексей Макеев о жестком разговоре на стройплощадке. По контракту новый детский сад в округе Майская горка должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Даже личные указания губернатора закончить работы подрядчик из Саранска до сих пор не выполнил. Очередной срок 1 июля снова нарушен. Я считаю, что невозможно полтора года не сдавать объект и полтора года улыбаться с подрядчиком и думать, что он нам чего-то ждет. Что он нам что-то сделает, закончит или еще что-то. Я больше не хочу этого ждать. Я хочу понять, какие меры будут приняты к подрядчику. И хочу, чтобы эти меры были максимально строгими. Ответственным за сдачу детского сада назначен первый замгубернатора Ваги Петросян. Готовность объекта, который возводят по национальному проекту «Демография», составляет 97%. Осталось собрать мебель и освободить кабинеты под покраску. Через два дня такие кабинеты будут появляться. Найдчик меров через два дня должен обеспечить. Мне на весь объем необходимо 3-4 дня, чтобы вообще весь объем покрасить. Решение жесткое. К пятнице подготовить все документы и закончить строительные работы. А 15 июля детский сад должен быть сдан. Переодевайте заместители. Они все слышны, образовали, ребята. Кто-то даже с двумя вышли на педагог. Пусть переодеваются, я думаю, разберутся они со сборкой мебели уж точно. И пусть они с объекта не уходят. Я в Сочи прошу. Снимаем свою брендовую одежду и в педагог. Ладно? Я в Сочи прошу. Но дело даже не в мебели. До сих пор нет бумаг об устранении замечаний даже по предыдущим предписаниям. Без них садик госстройнадзору не сдать. Ну, говорит, что физически устранил. Вот сейчас я пройду физически, посмотрю, устроено или нет. А документально должны предоставить нам все документы. Извещения, документы. Насколько я знаю, какие-то сертификаты, акты должны быть. А в договоре с подрядчиком прописаны санкции за срыв сроков. Некоторые из них уже неоднократно применялись. Судя по всему, снять ответственность с себя и в дальнейшем никому не удастся. Увольнение по собственному каналу желанием надо еще и заставить и заработать. Чтобы никто не думал, знаете, получится там губки бантиком, для него хлопнув, ушел, уволится. Не получится. Это касается и подрядчиков, и тех людей, которые должны были организоваться. Подрядчик уверяет, что на этой неделе сможет завершить все работы. Даже внешние, по благоустройству. Мы последние 3-4 недели работаем, ну, по полной, так скажем, да, у нас до 43-х человек доходила численность рабочих ежедневно. Как же получилось, что теперь, чтобы собрать детскую мебель, требуются дополнительные рабочие руки? Конечно, нас такая работа не устраивала. Здесь много у нас происходило, скажем так, дискуссий на этом объекте. У подрядчика всегда находятся какие-то причины. Я думаю, что с этим подрядчиком мы после сдачи этого объекта примем все меры, чтобы были не работать. Напомним, здание рассчитано на 280 мест. С вводом эксплуатацию детский сад, наконец, обеспечит стопроцентную доступность до школьного образования для детей в округе Майская горка. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, регион 29. На шеесе завершилась высадка саженцев. На земельном участке площадью 15 гектаров будут расти сосны. Напомним, это уже второй этап рекультивации земельного участка. Высажено 37,5 тысяч саженцев деревьев. Сейчас полностью убрано все, что лежало там. Плиты, технологическая дорога, которая использовалась как раз для посадки сейенцев, закрытой корневой системой. Соответственно, сейчас идет стадия приемки биологического этапа. Мы, скорее всего, приступим к ней не раньше, чем через 20 дней. Это время необходимо для того, чтобы проконтролировать рост подсева, который был сделан взамен неприжившихся сейенцев. За ходом работы жители региона могут наблюдать в прямом эфире на платформе «Наше Поморье» с помощью видеокамеры, дополнительно установленной по поручению губернатора. А в Северодвинске новый подрядчик по ремонту тротуаров сорвал сроки работы и просит еще целый месяц. Из-за чего такие задержки и кто виноват, выяснил Николай Цып. Уронили стоимость контракта почти на 30%, что довольно много, и приступили к работам. Эта организация – новичок на рынке ремонтов тротуаров. К сожалению, опровергнуть знаменитую пословицу подрядчиков не вышло. Первый все-таки комом. Тут много просто нюансов возникло, которых не было предусмотрено в проектной документации, поэтому все немножко затягивается. Не немножко. Например, проект не предусматривал подъем тротуара на проспекте Беломорский почти на 30 сантиметров. Этого требует возвышающаяся плита теплового узла. Такие перепады высоты недопустимы. Инвалид-колясочник, например, здесь не сможет проехать. Долго решали с величинами, как поднимать, опускать. Поэтому, чтобы все было в одной плоскости, было принято решение все-таки поднять уровень асфальта. Из-за этого есть определенные сложности материала. Неурядица с проектом вышла и на втором объекте этого подрядчика. Тротуар на улице Ломоносова тоже пришлось незапланированно поднимать. Иначе он был бы всегда в воде. Мы, может быть, где-то не всегда быстро, как надо, работаем. Где-то погода там складывается, что в мае были дожди. Мы не могли выполнять работы по заливке бетона. То есть просто простаивали. Это бизнес, это коммерческие риски. Мы, когда заходили на этот, мы предполагали, что что-то будут какие-то сложности. Поэтому это наши риски. Если тротуар на Ломоносова в среду обещают закатать в асфальт, а в пятницу сдать, то на проспекте Беломорский уже имея просрочку в 22 дня, просит еще время до конца июля. Сейчас уже на данный момент в адрес подрядной организации направлено несколько претензий. По окончанию работы им будут выставлены на пене за просрочку муниципального контракта. Всего в этом сезоне запланировано отремонтировать 9 тротуарных участков, пока подрядчики сдали только один на площади Егорова. Николай Цыпь, Юлия Куницкос, Регион 29. Школьная пора подарила не только новых друзей, но и знания, которые для многих отмечены медалями высшей пробы. Сегодня выпускники Архангельска вновь принимали поздравления. С отличившимися пообщался Алексей Макеев. 35-я школа Архангельска в этом году рекордсмен по количеству медалей. Из 57 выпускников 8 закончили школу с золотом и 1 с серебром. Александр Кулиш – обладатель блестящих знаний по естественным наукам. Готовится стать врачом. Начиная с 9 класса я совершенствовался, совершенствовался. И вот апогеем стало призерство второго уровня на Олимпиаде школьников МГУ по нанотехнологиям. Сергей Брутян помимо высоких баллов по ЕГЭ имеет награды всероссийских и международных конкурсов как актер. Собирается продолжить образование в этом направлении. Это не была цель, оно просто шло по накатанной, поучаствовал в каком-то конкурсе, съездил на какой-то фестиваль, набралось какое-то количество знаний, какое-то портфолио. И вот золотая медаль. Так просто выходит. Родители, конечно, не согласны с тем, что стать обладателем медали просто. Ведь проще как раз золото не получить. Конечно, приходилось и заставлять, и где-то и ругать, что уже если ты идешь на золотую медаль, то уже не бросай и действуй, и с пути не сворачивай. В этом году в Архангельске 147 золотых и 55 серебряных медалистов. Больше, чем в прошлом году. И сегодня многое делается для того, чтобы ребята имели возможность продолжать учиться на малой родине или, получив образование, возвращались в родной город. Первое – качественное последующее образование после окончания школы. Второе – это качественный уровень жизни в городе Архангельске. Это и благоустройство территорий, и много других сопутствующих этому сфер, включая, в том числе, кстати, и пассажирский транспорт. И третье – это достойная работа и наличие вакансий для молодежи. Пока же для молодых людей важно, чтобы открылись двери вуза, в котором они мечтают учиться. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, регион 29. Больше 17 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса. Вакцинируется в среднем почти 2 тысячи человек в сутки. В ближайшее время ожидается поступление 15 тысяч доз спутников ВИ. Картина в мобильных пунктах и мнение северян на эту тему в нашем материале. Инфекция, вирус, пандемия – эти неприятные термины последние полтора года в лексиконе у жителей всего мира. В 2021-м туда добавилось и понятие «вакцинация». Беспокойство северян о здоровье отразилось и на цифрах. За прошедшую неделю первые и вторые этапы вакцинации прошли около 17 тысяч человек. А сегодня в среднем прививается чуть более 2 тысяч жителей. В мае месяце еще вакцинировалось. Я считаю, что надо обязательно всем вакцинироваться. Скажите, пожалуйста, как к вакцинации относитесь? К вакцинации? Ну, мне кажется, что обязательная вакцинация для всех слоев населения не нужна. Для некоторых можно вводить, как вот в Москве, например, для работников общепита и торговли. Сами уже вакцинировались? Пока нет, но, возможно, буду вакцинироваться ближе к осени. А вот пойду сейчас в отпуск уйду и буду вакцинироваться. У меня с 9-го отпуск, значит, вот как раз отпуск пошла и вакцина будет. Ну и не собираюсь пока, здоров, нормально, не жалуюсь, ну что. Первую позида, сделали первую вакцину. А сделав две прививки, можно получить купон участника акции «Прививайся, если хочешь быть здоров». Победителей ждет новенький автомобиль и другие ценные призы. Кому улыбнется «Фортуна», узнаем в прямом эфире. Розыгрышей на телеканале «Регион-29» будет сразу три. Первый – 26 июля. К слову, намного раньше в регион должна поступить очередная партия вакцины – 15 тысяч доз. Еженедельно мы пополняем запасы прививок. То есть дефицита прививок в самое ближайшее время мы не прогнозируем. А это значит, что сегодня все возможности для жителей Архангельской области предоставлены для того, чтобы прийти и сделать, наконец-то, уже прививку. Защитить не только себя. Речь не только о себе. Речь и об окружающих людях. Сформировать вот этот коллективный иммунитет, который нам позволит вернуться в обычную жизнь. Ну а чтобы жизнь стала ярче от призов, полученных на конкурсе, нужно соблюсти ряд простых условий. Все они на сайте здоров.регион29.ру Аким Самедов, Евгений Языков, Регион 29. В Едином лесопожарном центре большое пополнение. Новая техника поступила по нацпроекту «Экология». Все машины подобраны под запрос специалистов, занятых на тушение лесных пожаров. Подробности у Александра Богдановича. Новая техника – единственная в своем роде. Дело в том, что по заказу ЕЛЦ производители модернизировали некоторые машины. И теперь, например, знаменитый трекол, не только вездепроходимый, но и водоплавающий. У него установлен водометный двигатель. Это снегобалотоход, который может преодолевать значительные, в том числе, водные препятствия, потому что, кроме всего, он уже оборудован плюсом водометный движитель. Это совершенно другой не автомобиль, это совершенно другая машина. В этом году на сегодня у нас уже 93 лесных пожара практически по всей территории области. И техника не стоит, она работает. В парке единого лесопожарного центра дополнили шесть машин. Это вахтовые автомобили ГАЗ-66, только в новой комфортной комплектации. Представлен и Урал Страла, который предназначен для доставки тяжелой техники в труднодоступные места. Это один из самых лучших проектов, который оценивается в том числе и Министерством природных ресурсов, правительством Российской Федерации. Я думаю, что до конца 2024 года мы обязаны, и мы выполним паспорт проекта, мы на 100% все лесопожарные формирования наземные оснастим лесопожарной техникой для организации работ по тушению. Ну и сократим площадь лесных пожаров. Всего в этом году Единый лесопожарный центр пополнили 16 единиц современной высокопроходимой техники. Стоимость более 50 миллионов рублей. Лесопожарная обстановка в текущем году достаточно напряженная, но оперативность выявления лесных пожаров, оперативность тушения лесных пожаров в этом году выше, чем в предыдущие годы. То есть фактически все пожары тушатся в первые сутки, в том числе с учетом того, что у нас практически вся техника уже обновлена, что позволяет нам достаточно оперативно реагировать, позволяет сократить иминизировать ущерб от лесных пожаров и не допустить переход пожаров на объекты экономики, либо населенные пункты. За 2019 и 2020 год по национальному проекту «Экология» закуплено 160 единиц лесопожарной техники и оборудования. На эти цели направили более 110 миллионов рублей. Александр Богданович, Александр Кузнецов, «Регион-29». Полминуты рекламы далее, а после продолжим. С 7 по 12 июля выставка распродажи шуб производства города Пятигорск. Акция «Меняем старую шубу на новую». Троицкий проспект 3, торговый центр «Атриум», первый этаж. Гипермаркет «Мой дом» в торговом центре «Александр». Правильный выбор любой хозяйки. Обновить кухню? Легко. Кухонные принадлежности, посуда, декор, текстиль для всего дома, скатерти, полотенца, постельное белье, товары для обустройства санузла, рулонные жалюзи и многое другое. Лето. Пора обновлений. Спешите в «Мой дом» на Кронштадтского 16. Досмотреть по берегу, где мощно устроить гостиные дворы и анбары каменные, гласил указ царя Алексея Михайловича. Речь, конечно, о гостином дворе Архангельска. У войного спустя три столетия от памятника истории осталась лишь одна башня и фрагмент западной стены. Ими занялись реставраторы. Насколько серьезно, узнал Аким Самедов. Все флаги в гости к нам. В 17 веке больше половины внешнеторгового оборота России проходило через Архангельск именно благодаря гостиному двору. Позже здесь, конечно, располагалось и таможня, суд, полицейская управа, архив, соляные винные магазины. Ну а сегодня один из старейших музеев северо-запада России нуждается в реставрации. Так как встречают по одежке, то фасаду особое внимание. Впрочем, и столетия назад это было первое, что видели пребывающие в Архангельск торговцы. Долгое время русские и немецкие дворы были лицом города. Ту историю хранит единственная из шести уцелевших Северная башня. Хоть и отдаленно, но именно по ней мы можем судить об архитектуре башен гостиных дворов, выстроенных в конце 17 века. На объекте Северная башня гостиного двора по условиям заключенного контракта выполняются следующие работы. Значит, отбивка штукатурки по внутренним и наружным фасадам памятника с последующей обработкой и первоначальной защитой. Устройство перекрытия чердачного и межэтажного. Реставрация – работа ответственная, ведь важно вернуть из глубины веков тот самый облик. Потому процесс под чутким контролем археологов. Все-таки в Северной башне сохранились даже фрагменты немецкого гостиного двора. Именно тут когда-то и располагалась таможня, а подли были амбар, лавки и караульная изба. Наша администрация Архангельской области, тоже так же, как Краевический музей, заботилась о гостином дворе. Заявки, которые подает музей на финансирование, что были поддержаны. На сегодня мы подали заявки на проектные работы по винным и соляным складам. Очень хочется, чтобы была эта заявка поддержана. На реставрацию этого объекта культурного наследия, начиная с 1992 года, потрачено около полутора миллиардов рублей. Нынешние работы планируется завершить к июню следующего года. Но основную часть реставрации намерены завершить в этот сезон. Аким Самедов, Евгений Языков, регион 29. Уже скоро студенты и школьники могут серьезно сэкономить, отправляясь в музей или театр. Об этом сообщил на недавней прямой линии президент Владимир Путин. Молодежи от 14 до 22 лет теперь будут выдавать так называемые пушкинские карты. На год каждому выделят для посещения театров и других культурных учреждений по 5000 рублей. Но в 21-м, поскольку год неполный, эта сумма составит 3000 рублей. Да, не каждый студент в самом деле, и не только студенты, это старшие школьники. Не у всех есть такая возможность посещать учреждения, культуры, театры. И я думаю, что как раз это поможет тем детям, которые и молодежи, как раз посетить как можно больше учреждений и познакомиться с гораздо большим пластом культурного наследия нашего огромного края. Предполагается, что получить карту можно начиная с 1 сентября. В последующем доступ к ней будет открыт с 1 января. Экзамены сданы, физическая подготовка в норме. Значит, ты без пяти минут студент одного из вузов Министерства обороны, желающий поступить в эти дни, проходит в Архангельске вступительные испытания. Подробнее расскажет Лидия Папуш. 11-классники, которые решили связать свою жизнь с военной службой, проходят отбор в вузы Министерства обороны. Такие вступительные экзамены проводят в Архангельске уже второй год. Один из организаторов – военный комиссариат города, где и принимают все заявки. Для поступления в вузы необходимо сдать тестовые испытания. Одно из них – это профессиональный психологический отбор, на котором абитуриенты пишут различные тесты, проходят собеседование. И, конечно, физическая подготовка учитывается. Будущие военнослужащие должны пробежать кросс, подтянуться и отжаться. Затем результаты отправляются в приемные комиссии вузов, и там уже принимается решение о зачислении. Так Кирилл Рябов поставил перед собой цель попасть в Московский университет Министерства обороны на кафедру психология и педагогика девиантного поведения. Специальность сложная, потому что она находится на стыке трех сфер – педагогики, психологии и юриспруденции. Потому что это в первую очередь целевое направление. То есть вы отучились, вас сразу же направили, вы сразу же работаете по профессии. Как обычно в гражданские вузы поступил, отучился, тебе, естественно, сейчас как бы все заполнено, устроиться куда-то мало шансов по образованию, а тут сразу же тебя устроили, ты работаешь. Естественно, плюсом это льготы – это ранняя пенсия, выплаты различные, пособия, квартиры и так далее. На протяжении еще двух недель ребята из Архангельска, Северодвинской и области могут сдать тесты и нормативы, чтобы потом получить возможность освоить профессию своей мечты. Важный момент – выбирать нужно конкретное учебное заведение. Подать заявки в несколько не получится. Лидия Папуш, Александр Кузнецов, Регион 29 Будьте здоровы и только хороших вам новостей. До встречи завтра ровно в полдень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова